Приветствую всех любителей старины! Вы на канале в поисках золота и кладов, и это очередной обзор самых дорогих лотов, проданных на сайте Виолити. Открывает сегодняшнюю десятку рубль 1904 года. Монета эта была от Чеканина при правлении последнего императора всероссийского Николая II. Рубль считается достаточно редким и ценится, например, дороже золотых 5 и 10 рублевок от Чеканиных в том же году. Степень редкости в каталоге монет Российской империи R1. Тираж всего 12 010 экземпляров. Монета изготовлена из серебра 900 пробы, весит около 20 граммов и находится в хорошем коллекционном состоянии. Николаевский рубль был выставлен на торги с минимального старта, ну а продан за 41 201 гривну. Девятое место за гривной 92-го. Опять-таки повторюсь, друзья, пока не поздно, пока такие монеты еще в обороте, обращайте на них особое внимание. Получить такую на сдачу или отыскать в собственной копилке шансы хоть и мизерные, но все-таки есть. 1 гривна 92-го сама по себе очень редкая. У нее есть несколько разновидностей, которые отличаются штампами и ценой. Это одна из самых дорогих. На гурте нанесен 1992 год. Гривна 92-го была выставлена на торги с минимального старта, ну а продана за 47 778 гривен. Восьмая строчка на этой неделе за дукатом 1524 года. Монета эта была чеканина при правлении короля Венгрии, Чехии и Хорватии Людовика II. Она изготовлена из высокопробного золота и считается достаточно редкой. Голд Гульден вышел из-под станка монетного двора города Кремниц, ныне территория Словакии. На лицевой стороне изображена Дева Мария с младенцем, на оборотной Святой Владислав, один из самых известных и почитаемых венгерских королей. Монета находится в отличном коллекционном состоянии, вес ее около 3,5 грамм. Дукат Людовика II был выставлен на торги с минимальной стартовой цены. Монета была продана за 48 001 гривну. На седьмой позиции расположился старинный крест. Предмету этому, со слов продавца, более 200 лет. Татирует он его 18 веком. Крест изготовлен из дерева и обрамлен серебром. В центральной части лицевой стороны изображено распятие Христа, в центральной части оборотной Богородица с младенцем. На лучах вырезаны христианские святые и сцены из Библии. Размер предмета 26 на 21 сантиметр, реставрации он не подвергался. Старинный крест был выставлен на торги с минимального старта, ну а продан он за 50 003 гривны. Шестое место сегодня заняла коллекция монет. Коллекция эта была собрана, судя по всему, в 20-х годах прошлого столетия. Увлекался тогдашний нумизмат раннесоветским серебром, преимущественно полтинниками. Всего удалось собрать 421 монету. 14 из них номиналом 10 копеек, 18 пятнашек, 103 двадцаточки и 286 полтинников. Основная масса монет в отличном состоянии. Вес коллекции более 3 кило. Раннесоветские монеты были выставлены на торги с минимального старта, ну а проданы они за 69 501 гривну. Пятая строчка на этой неделе за старинной иконой. Иконе этой более 150 лет. Судя по клеймам, оклад был изготовлен в 1855 году ювелирной компанией Сазикова. Фирмой, основанной в Москве в 1793 году. Сазиков был поставщиком двора его императорского величества, но в 1887 году был выкуплен Хлебниковым. Сюжет иконы – Казанская Божья Матерь. Одна из самых почитаемых икон Русской Православной Церкви. Размер иконы 18 на 22 сантиметра. Оклад изготовлен из серебра 84-й пробы. Старинная икона была выставлена на торги с 6000, ну а продана за 70000 1 гривну. На четвертой позиции сегодня расположились старинные часы. Часы эти были изготовлены в 20-х годах прошлого столетия в Австрии. Они имитируют всем известные часы Фаберже, которые выпускались в начале 20-го столетия. Часы в рабочем состоянии и на хорошем ходу. Чаша в корпусе из высокопробного серебра с позолотой. Внутри надежный швейцарский механизм недельного завода. На ранте имеется надпись «Фаберже Париж». Улица Фабур-Сен-Анаре. Старинные часы были выставлены на торги с минимального старта. Проданы они за 71 тысячу 1 гривну. В наши дни набирает популярность и коллекционирование банкнот с интересными номерами. Наиболее привлекательными считаются боны с одинаковыми номерами. Они уходят, бывает, по цене в тысячу раз превышающую номинал. Также выгодно продать можно банкноту с зеркальным номером. А вот номер 6779988, как по мне, вообще ни о чем. Другого мнения был человек, выставивший на продажу 100 долларов с таким вот номерком. Старт он назначил в 2730 гривен. То есть 95 долларов по нынешнему курсу. Кто-то сделал ставку и купил 100 долларов за 95. Там вдали, за рекой, загорались огни. В небе ярком заря догорало. Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Один из них погиб сразу, остальных не стало впоследствии. А вот буденовка проскакала сквозь целое столетие и была продана за 4250 гривен. А этот предмет я бы выкинул еще в прошлом столетии. Поиск 2. Советский чудо-компьютер, который выпускался около 30 лет назад. Процессор на 8 МГц и целых 2 МБ оперативки. Мощь мощная. Купили эту, так сказать, рухлядь по цене неплохого в наше время системника за 15 014 гривен. Открывает тройку призеров этой недели варварское подражание Ауреусу. Артефакту этому около 1700 лет. В эпоху могущества Римской империи ее золотые монеты Ауреусы использовали на наших землях не только как платежное средство, но и как украшение. Этим объясняется наличие отверстий на большинстве найденных у нас Ауреусов. На всех их не хватало и местные ювелиры наладили выпуск собственных подражаний римским монетам. Это подражание обнаружилось в Полтавской области. Такое, как мне кажется, на Виолите впервые. Изготовлено оно из высокопробного золота, вес более 4 грамм. Варварское подражание Ауреусу было выставлено на торги с 1 гривны, ну а продано за 90 тысяч. Почетное второе место сегодня занял Древний перстень. Артефакт этот периода Киевской Руси. Это золотой перстень княжеского круга, а свидетельствует об этом Домга Рюриковичей. Нанесенное на щиток перстня. Это изображение наиболее близко Тамгем Стислава из рода Игоревичей. А это значит, что предмету около 8 сотен лет. Время артефакт не пощадило. Для того, чтобы придать ему первоначальный вид, требуется довольно серьезная реставрация. Древний перстень был выставлен на торги с 3 тысяч, ну а продан за 150 тысяч 101 гривну. Ну а самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе, стал Орден Ленина. Орден Ленина – высшая государственная награда в СССР. Она была учреждена 6 апреля 1930 года, а спустя месяц награду за номером 1 получила газета «Комсомольская правда». Всего за 60 лет существования было произведено 431 418 награждений. Этот же Орден достаточно ранний. Номер его – 8014. Владелец – старший лейтенант Красной Армии Ананий Семенович Слободенюк. Получил он его в июле 41-го за уничтожение машины с пехотой и рукопашную схватку с врагом. Награда изготовлена из золота и украшена рубиново-красной эмалью. По рельефу Ильича – платиновый. Орден Ленина был выставлен на торги со 140 тысяч гривен, ну а продан за 160 тысяч. Друзья, напишите в комментариях, какой из сегодняшних лотов вам понравился больше всего. Что бы вы купили, а что бы никогда не продали. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые дорогие продажи уже текущей недели. И до встречи в новых видео.